Приветствую, дорогие друзья! Вы смотрите канал K-English Elementary. С вами Елена Викторовна Лагниста. Вы находитесь в плейлисте английское аудирование, то есть здесь мы учимся с вами понимать английский на слух. Для этого мы с вами берем аудиофайлы. Для того, чтобы они у нас были как-то систематизированы, я их беру на основании какого-то грамматического шаблона, и мы с вами заодно за компанию повторяем и этот грамматический шаблон. Сегодня мы с вами повторяем наличие ingverb во временах continuous. Давайте вспомним, что это за continuous времена такие и зачем там этот ingverb, то есть глагол с ing нужен. Итак, напоминаю, что в английском языке есть такая штука, как процесс. Если вот прямо сейчас что я делаю? Я разговариваю с вами. То есть вы знаете только то, что вы видите сейчас перед вашими глазами. Я об этом скажу по-английски так. I'm talking to you now. I'm talking. I'm talking. Мы talking – это у нас процесс, который происходит сейчас. И если вы, например, спросите меня, что вы делали вчера в пять часов, Елена Викторовна, я скажу, вчера в пять часов я разговаривала. Я скажу об этом так. I was talking at five o'clock yesterday. I was talking. Я разговаривала. То есть был процесс вчера в точное время. При этом больше ничего об этом действии вы сказать не можете. Как долго оно длилось? Когда оно началось? Были ли какие-то последствия или нет? Часто ли я разговариваю или нет? Вы видите, только процесс и больше ничего. Вот замкнутый на момент процесс – это времена continuous. Мы их очень подробно с вами проходили. В частности, проходили past continuous и present continuous. В грамматике зайдите, повторите. Данные уроки все уже давно записаны. Грамматика красный мерфи. Английская грамматика для новичков. Плейлист на данном канале. И мы с вами не проходили только future, continuous, I will be talking, I was talking, I am talking, I will be talking. Это мы не проходили. Но, в общем, если логически достроить цепочку, то если у нас есть момент сейчас – I am talking. Если мы в какой-то момент прошлого говорили – I was talking. Если, соответственно, вы уверены, что завтра в 5 часов вы с кем-то будете говорить, например, по телефону, вы совершенно спокойно об этом скажете – I will be talking tomorrow at 5 o'clock. I will be talking. То есть, так вы построите future, continuous. Это просто для понимания общей концепции. Но нас интересует в данном уроке вот какая штука. Нас интересует то, что во всех абсолютно временах continuous, независимо от варианта глагола be, есть и вторая половинка. Это глагол sing. И помните, как я усучила, что сам по себе глагол in – это ещё не настоящий. Нельзя говорить I talking, как многие думают, да, многие новички, они думают, что в смысловой глагол вшито время. В английском языке в смысловой глагол время не вшито. Мы уже говорили, когда это бывает. Это только бывает в лимитированных ситуациях, во временах simple. Во всех остальных случаях в сам глагол время не вшито. Время передаёт вот эти вот технические слова. Am is our, was, were, will be, например. Вот они отвечают за время, да. А сам по себе глагол sing, и это нужно зарубить себе на носу, кто до сих пор этого не понял. Глагол sing, сам по себе, talking, reading, writing, никогда, ни при каких абсцельсах за время не отвечает. Он лишь показывает действие. За время он не отвечает. Во временах continuous, он показывает вот этот вот процесс, который я обозначила на картинке с шестерёнкой. Поэтому запомним, что за время отвечает вариант глагола be. Will be – это также его вариант. Но здесь мы его не проходим, повторюсь ещё раз. А глагол sing – это просто то, что мы делали, да. Глагол sing – это действие, отвязанное от времени. Это нужно понимать. Давайте с вами повторим несколько примеров времён past continuous, где будет связка was, либо were, плюс in. И времена present continuous, где будет связка am, is, или are, плюс in. У нас сегодня довольно-таки много примеров набралось, и давайте на них посмотрим. Зелёненьким я обозначила везде континьюсы. И, как водится, мы с вами начинаем с того, что слушаем наших дикторов. Дикторы прочитают все эти примеры. What are you doing tonight? I was working when she arrived. It wasn't raining, so we went out. What were you doing at 3 o'clock? А мы с вами теперь будем разбираться. Please, be quiet, I'm working. Пожалуйста, потише, я работаю. То есть, человек просит в данный момент, в данную секунду, просит кое-что. Он говорит, please, be quiet, пожалуйста, будь потише. По какой причине? Я сейчас вовлечён в некий процесс, процесс работы. I'm working. Я сейчас работаю. Обратите внимание, что по переводу I'm working я вполне себе свободно могу в русском языке добавить слово «сейчас», которого не было в английском языке, но оно как бы вшито в понимание данной грамматической формы. Когда я говорю I'm working, то понятно, что прямо в данный момент я замкнута на этом процессе. И непонятно, работаю ли я обычно или не работаю, просто известно, что происходит сейчас. Поэтому я имею право добавить при переводе слово «сейчас», которого не было в английском. I'm working. Я работаю. Время выражается через M, которое связывает процесс с настоящим. Ну и working – само действие, свободное от времени. I'm working. Далее. Tom isn't working today. Том сегодня не работает. Здесь у нас интересный случай использования continuous. Напоминаю, что если у нас появляется в предложении слово «today» и «continuous», то мы хотим вот о какой ситуации рассказать. Обычно у нас как-то там происходит ситуация, но сегодня, but today, на контрасте с тем, как это происходит обычно, у нас всё происходит совсем не так. Мы знаем, что Том – работящий парень. He works every day. He works very hard. Том работает каждый день, он работает усердно. But Tom isn't working today. Но сегодня Том не работает. То есть вот это today плюс continuous, плюс present continuous is working показывает, что сегодня всё происходит на контрасте, не так, как происходит обычно. Вот эта ситуация обычно происходит по-другому. Я её достраиваю, потому что я понимаю, что данная грамматическая форма мне на это намекает. Это тот скрытый смысл, который она несёт. Tom isn't working today. Tom сегодня не работает, хотя обычно он работает. Хотя обычно он работает, остаётся за кадром, за скобками, но оно здесь незримо присутствует, как призрак. Далее. What time are you going out? В какое время ты уходишь? Вот здесь у нас уже появляется continuous, present continuous, технически тот же самый, который говорит о наших планах на будущее. Напоминаю вам, друзья, что если вы запланировали какие-то свои личные действия, связанные с будущим, и всё должно пойти по плану, то о ваших планах вы будете рассказывать через present continuous или спрашивать вас о ваших планах, я буду через present continuous. Мы это проходили в теме, как выражать будущее в английском. Также есть подробный разбор в грамматике и даже в этом плейлисте мы, по-моему, тоже этого касались. Итак, what time are you going out? Видим, are going. Технически это continuous, и я хочу спросить о твоих планах, то есть в какое время ты выходишь, то есть как ты там себе спланировал всё. Далее, мы уходим в прошлое, в past, continuous. It was raining, so we didn't go out. Шёл дождь, поэтому мы никуда не ходили, или мы никуда не пошли. Ну, например, вчера мы планировали, там, я не знаю, вечером пойти в парк погулять. But we didn't go out. Мы вообще никуда не выходили. По какой причине? Потому что был некий процесс в этот момент, какой-то протянутый во времени. И в этот самый момент, когда, может быть, мы принимали решение выйти, процесс имел место быть. Процесс выражаем через was raining. Was raining. Was отвечает за время. Raining, свободное от времени, точно так же, как working и going, оно времени не передаёт. Именно по слову was мы понимаем, что был дождь, шёл дождь. Помним, в английском языке rain – это глагол. Так же, если он используется как глагол, то мы его переводим словом шёл дождь, идти, там, о дожде. It was raining, шёл дождь, so we didn't go out. Поэтому мы никуда не ходили. Обратите внимание, что момент в прошлом можем выражать совершенно по-разному. Мы можем его выражать как точное время на часах. И далее мы увидим такой пример. Мы можем его описывать в виде какой-то фразы. Но фраза помогает нам понять, что это был точный момент. И далее также мы это неоднократно ещё увидим. Итак, был процесс, поэтому мы не сделали действия. It was raining, so we didn't go out. Ещё забыла сказать о том, что очень часто именно past continuous используется, как я вам объясняла, при пересечении двух действий. То есть, есть процесс и есть какое-то второе действие, которое на фоне него длилось. Далее. What were you doing when the phone rang? Что ты делала, когда позвонил телефон? Так же пример с двумя действиями. Короткое действие when the phone rang. Длинное действие, некий процесс, который в этот момент, момент получается уже точный when the phone rang, некий процесс, который происходил. What were you doing? What were you doing? Doing свободно от времени, were передаёт время в прошлое. What were you doing when the phone rang? Напоминаю, кстати, что с глаголом seeing do, does, did или просто will без других слов никогда не используется. Нельзя говорить what did you doing, такого быть не может никогда. Или what do you doing, не существует таких форм. What were you doing, were doing, doing свободно от времени, это наш глагол seeing when the phone rang. Далее. It isn't raining right now. Сейчас не идёт дождь. Прямо сейчас, в данный момент, right now, мы видим, что у нас есть отсутствие процесса. It isn't raining. То есть, отсутствие процесса тоже процесс, так же понимаем. За время отвечает is в варианте isn't и raining, которая свободна от времени, это глагол с ing. Далее. What are you doing tonight? What are you doing tonight? Что ты сегодня делаешь? Почему говорится what are you, а не what are you, я вам очень подробно рассказала в прошлом уроке данного плейлиста. Зайдите посмотреть. What are you doing? Быстро говорим. Where are you doing tonight? Сегодня вечером. Здесь мы также, как и в примере what time are you going out, мы интересуемся планами на будущее. Планы касаются сегодняшнего вечера. Мы хотим узнать, что человек себе спланировал, и спрашиваем его об этом именно так. Where are you doing tonight? I was working when she arrived. Я работала, когда она приехала. Пример очень похожий на what were you doing when the phone rang. Мы описываем точный момент через фразу when she arrived. Обратите внимание, в этой фразе стоит обычно when, и дальше идет past simple. В большинстве случаев, но не всегда. When she arrived. Это точный момент. И я в этот момент была занята каким-то более длинным процессом. I was working. Я работала. I was working when she arrived. Далее. It wasn't raining, so we went out. А вот этот пример аналогичный, только отрицательный. Мы уже разобрали пример. It was raining, so we didn't go out. А теперь очень похожий пример. It wasn't raining, so we went out. Здесь мы видим, как построить противоположные по смыслу предложения. Задумайтесь о них. Очень хороший пример. Мне он нравится. И самый последний пример. What were you doing at three o'clock? Очень похоже на What were you doing when the phone rang? Только в первом случае, when the phone rang, мы описали момент через фразу. А во втором случае мы описали момент через точное время. At three o'clock. И так, и так, мы в любом случае описываем точный момент. И именно поэтому в первой части необходим continuous. What were you doing? Вот такие вот у нас замечательные примеры. Они не сильно сложны. И мы с вами заодно повторили еще и два времени continuous. И мне нравится то, что мы их повторили в одном уроке. Два continuous, present continuous и past continuous. До этого у нас таких уроков не было. Нас интересует самая главная мысль, которую я вас подвожу, что глагол с in к времени не передает. Он лишь показывает действия, которые свободны от времени. И давайте, наверное, друзья мои, теперь повторим все эти примеры с вами вместе. Я сейчас их буду читать с паузами. В паузах задание номер один. Кто тренирует письмо, берите листик, ручку и записывайте на слух то, что вы слышите. Задание номер два. Открывайте ротики и повторяйте вместе со мной вслух. Очень важно повторять вслух, а не про себя. Если будете про себя повторять, это все равно, что вы это задание не сделали. Поэтому либо работайте, либо просто проматывайте, потому что сейчас мы минуты две-три будем этим заниматься. Поехали. Please be quiet. I'm working. Tom isn't working today. What time are you going out? It was raining, so we didn't go out. What were you doing when the phone rang? I was working when she arrived. It wasn't raining, so we went out. What were you doing at three o'clock? Теперь, дорогие друзья, здесь на данном слайде все те же самые примеры, которые мы только что разобрали, собраны на русском варианте. Ваша задача, задание номер один. Берите листик, ручку, делайте письменный перевод, а потом сверяйтесь с тем, как оно было в английском языке. Все, что не сошлось, подчеркните, подумайте, что не так. Или это перефраз, хотя здесь сложно сделать перефраз, на самом деле очень простые предложения. Либо вы что-то сделали не так, и у вас может быть ошибка. И задание номер два, глядя на данные примеры, сделайте перевод вслух. У нас здесь one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten examples. То есть у нас здесь 10 примеров. Если давайте из расчета 3 секунды на каждый пример, пусть будет 30 секунд. Вам нужно засечь на таймере 30 секунд и постараться уложиться с переводом. Перевод делаем вслух, как водится. И теперь, друзья мои, самое последнее, что осталось. Слушаем наших дикторов. Теперь все должно быть абсолютно целиком понятно. Мы с вами хорошо сегодня поработали. Если вы со мной согласны, жмите лайки, оставляйте свои комментарии по поводу данного урока. Понравился ли он вам? Может быть, какие-то инсайты у вас случились? Может, вы наконец-то поняли то, что давно не понимали? И благодарю вас за просмотр. Материал для вас подготовила Елена Викторовна Вагнистая, ваш учитель английского языка. И до скорой встречи на канале OK English Elementary. Bye! It isn't raining right now. What are you doing tonight? I was working when she arrived. It wasn't raining, so we went out. What were you doing at 3 o'clock? I was cooking time. It's raining right now. I'm ready for dinner. Продолжение следует...